Всем привет! С вами снова Виктор Барретт. Сегодня хотел бы рассказать вам, как мы решили в Каражале проблему с водой. Потому что это и раньше было, в моем детстве, когда родился в 1963 году, это уже была большая проблема в Каражале насчет воды. Особенно насчет воды для полива растений. Ну и питьевая тоже. Это была тоже огромная проблема, потому что у нас было плохое снабжение водой. В водопроводе почти никогда не было воды. Видно, это все было не рассчитано на то, чтобы на такое количество людей. И поэтому отец решил выкопать колодец. Сначала мы выкопали один колодец. Вернее, он без меня его копал, когда еще меня не было. Колодец был, наверное, или зумф, так называемый, был, наверное, метра 4-5 глубиной. Потому что потом уже, когда я подрос, там можно было даже купаться, плавать. Я туда даже карасей запускал. Там рыба у нас жила тоже в этом зумфе. Примерно он был 3 метра. 3 на 3. 9. И глубиной 4-5 метров. 9 метров. 5 у 9, 45. Ну, кубов 45 он был. Такой один зумф. Потом там сделали мы насос. И таким образом мы в огороде поливали всю зелень из зумфа. Этот зумф был, как я уже сказал, на уровне минус 4-5 метров уровня земли. И тогда с водопровода вода каким-то образом, особенно ночью, немножко накапливалась в зумфе. Потому что если кто-то хотел сверху, например, то бы шла с водопровода вода. Как правило, ее не было. Но трубы были закопаны тоже глубоко. В старом Каражале. Наверное, тоже порядка 2-3 метров глубиной. И поэтому вода за ночь, она всегда наливалась к нам в зумф. Ну, а потом мы ее уже качали насосом. И поливали уже насосом с брызгалкой. В огороде все уже шлангами. То есть это было так классное решение проблемы. И поэтому у нас полный огород был зелени очень много. У других людей была проблема с водой. Те, кто не хотел копать таких зумфов. Или не хотел использовать насосы, технику, шланги. То есть нужно было приложить какие-то усилия. И тогда у тебя в огороде были овощи и фрукты. Сколько хочешь. И к нам даже приходили люди. Наши так называемые знакомые клиенты. С нового города. И они у нас даже приобретали эти овощи и фрукты. Потому что, как правило, только на базаре было. Были такие свежие, хорошие овощи и фрукты. В тех магазинах в овощных. Там за километр не подойдешь к овощным магазинам. Была страшная вонь такая. Все уже не спелое. Все такое протухшее. Все какое-то повялое. Ну, в общем, низкого качества. А если с грядки, например, человек приходил. Отец ему или я тоже помогал. Мы срывали с грядки. И человек мог с собой эту редисочку, огурчики, помидорчики с собой брать уже к себе домой. Так что у нас достаточно было клиентов на зелень. Ну и отец иногда тоже ездил на базар. Там тоже излишки продавал. И у нас очень много также и клубники было. И много чего другого. Поэтому у нас всегда мы питались с огорода своего. Салаты и все прочее. Зелень, да. Баклажаны, лук, чеснок, картошка, редиска, морковка, перец. Всякие разные сорта. Ну, как я сказал, ягоды тоже. Много ягод вишни. У меня яблони были, шиповник, крыжовник, смородины много. Ну, всякой-всячины. Все, что в Казахстане, в общем-то, хорошо, все растет. Самое главное, чтобы была бы вода. И она у нас была в должном количестве. У нас дом был большой. Потом на второй части огорода у нас на две части был справа и лево от дома огород. Потом мы на другой части тоже сделали такой зунф, вырали. И у нас уже было два зунфа. Таким образом, левая и правая части огорода. Можете сходить, посмотреть. Синая, 26 дом. Огромный огород с двух сторон. У меня, к сожалению, фото как-то не осталось от огорода. Ну, там, может, если интерес есть, сходить. Очень хороший дом. Я даже не знаю, кто там сейчас живет. Передайте большой привет. В общем, короче говоря, мой отец был очень хороший огородник. И поэтому у нас все было в достатке. Несмотря на то, что в Каражале всегда была проблема с водой. У нас проблемы с водой никогда не было. Что касается питьевой воды, это тоже огромная проблема. Раньше была и сейчас осталась. По всей видимости. И этой проблемы у нас тоже не было. Потому что мы вырыли еще третий зунф. Ну, это отец до меня еще вырыл. Третий зунф, забетонировал его. И он уже был такой с крышей. И такая крышка открывается. И там была уже, туда привозили, мы заказывали бочку. Машина с бочкой воды, с питьевой. И туда уже сливали. Потом в этот третий зунф уже была питьевая вода. Так что, если кто-то из вас хочет эту проблему как-то решить, то нужно просто в Каражале вырыть такие зунфы. Сделать такие, как говорится, для питьевой воды, для технической воды. Возможности есть. Только нужно приложить немножко усилий. И у вас все получится. И будут у вас прекрасные овощи и фрукты дома. Всегда. Летом. Ну и еще я в этих зунфах тоже купался. Это была тоже классная вещь. Потому что летом, когда жара, особенно когда еще бассейнов не было, мы, дети, в этих зунфах очень здорово купались. Вот такая история из моего детства. Как мы решили проблему с водой в Каражале. Синай-26. В старом Каражале. Можете пойти. Там это все еще сохранилось. Наверное, зунфы все эти. Вся эта система. Огороды большие. Все было классно. Хорошо. Тогда в следующем ролике еще что-то интересное расскажу. Редактор субтитров А.Семкин